Сборная России по футболу не сыграет на Сочинском стадионе. Таковы итоги жеребьевки на Кубок Конфедерации. Почти 4,5 сотни неплательщиков штрафов выявили полицейские в Сочи. В рейдах приняли участие и судебные приставы. Сочинцы смогли проверить свои знания по истории России. Всероссийскую акцию поддержал Совет молодых депутатов. Сочи вновь готовится принять спортивных болельщиков со всего мира. На этот раз город примет футбольный турнир Кубок Конфедерации. Какие команды сразятся на стадионе Фишт, стало известно накануне в Казани. Там прошла традиционная жеребьевка. Ее итоги в своем микроблоге прокомментировал Вениамин Кондратьев. Глава региона отметил, что в Сочи уже есть богатый опыт, как проводить спортивные соревнования мирового уровня. Жеребьевка состоялась. На генеральной репетиции чемпионата мира 2018 Кубки Конфедерации в Сочи пройдет три матча. Похоже, за Сочи пора закреплять новый туризм – туризм болельщиков. Мировые соревнования тут уже каждый год. Ждем лета 2017-го. Первый матч на стадионе Фишт пройдет 19 июня. Методом жеребия выяснилось, что в этот день мяч разыграют сборные Австралии и чемпионка мира Германия. Следующая игра состоится 21 июня между Новой Зеландией и Мексикой. А 25 июня в Сочи на поле вновь выйдут немецкие футболисты и одна из сборных Африки, какая именно станет известна в феврале после решающего матча Кубка нации. За церемонией в Казани наблюдал также вице-губернатор Николай Далуда. По его мнению, эти события привлекут к футболу еще больше кубанцев. Это будет новый импульс для развития этого удивительного вида спорта. И я вам хочу сказать, что на сегодняшний день на территории нашего края вообще занимается именно футболом в детских спортивных школах порядка 35 тысяч детей. А в общей сложности и взрослое население, и детей в детских спортивных школах – это порядка 400 тысяч. Ни один вид спорта не может собирать такое количество болельщиков. Мы постараемся сделать абсолютно все от нас зависящее, чтобы все болельщики, все, кто приедет смотреть игры на стадионе Фиш в городе Сочи, были действительно очень довольны тем, как принимаем мы, потому что мы умеем принимать гостей. С учетом того, что чемпионат мира по футболу в 2018 году будет проходить в летние жаркие месяцы, и вы имеете полное понимание этого слова, и в том плане, что Сочи – курортный город, и летом там очень много гостей, нам все это очень важно протестировать, увидеть, и как раз хорошо, что у нас и Кубок конфедерации проходит тоже в это же время. То есть мы будем примерно понимать, что происходит. На стадионе Фиш встретятся и команды, вышедшие в полуфинал. Одной из них может стать и сборная России, если займет второе место в своей группе А. Добавлю также, что матчи Кубка конфедерации пройдут еще в трех городах – Москве, Санкт-Петербурге и Казани. Выплатить деньги вовремя и в полном объеме – такую задачу поставил представитель правительства Дмитрий Медведев перед губернаторами. Премьер-министр провел селекторное совещание с регионами. Участие в нем принял и глава краевения Мин Кондратьев. На повестке дня один вопрос – задолженность по заработной плате. Как отметил премьер-министр, общая сумма задолженности в стране составила около 4 миллиардов рублей. Такая ситуация просто недопустима, подчеркнул Дмитрий Медведев. Тем более, если это касается бюджетной сферы. За каждым невыплаченным рублем стоят живые люди. И число тех, кто не получил в ноябре деньги, достигло порядка 70 тысяч человек. И вот такая ситуация, она недопустима. Даже небольшая задержка не должна иметь никаких оправданий, включая и ссылки на общую экономическую ситуацию. Тем более, когда у некоторых работодателей возникает соблазн деньги по придержателе лишний раз их прокрутить через финансовые схемы. Причиной образования долгов Дмитрий Медведев назвал отсутствие у организации собственных средств, а также несвоевременное перечисление денег в бюджеты всех уровней. В Краснодарском крае вопрос задолженности по заработной плате на постоянном контроле у губернатора. Ситуацию в регионе удалось стабилизировать. Цифры накопленного долга больше не растут. Как отметил Вениамин Кондратьев, по бюджетным организациям задолженности нет, а все предприятия-должники на контроле. Сумма долга составляет более 500 миллионов рублей. Сейчас основная задача продолжил глава региона, чтобы к Новому году людям выплатили их заработанные деньги. Губернатор Кубани дал распоряжение усилить меры борьбы с африканской чумой свиней. Остановить вспышку вируса пока не удается. В том числе из-за грубых нарушений со стороны владельцев, чьи животные погибли от инфекции. Об этом Вениамин Кондратьев написал в своем микроблоге. Еще в двух районах – Тимрюкском и Ейском – нашли выброшенные останки зараженных животных. Разгильдяев сейчас ищут. Будут внештатные проверки, будут санитарные блокпосты. Сделаем все, чтобы зараза больше не расходилась по Кубани. Так что всем хозяйствам лучше быть на чеку. Если найдем АЧС, поголовье уничтожат. Иначе карантин на весь край. Только в ноябре зарегистрировали 10 вспышек вируса. В зоне АЧС находятся 4 района края – Абинский, Красноармейский, Тихорецкий и Павловский. Там самая сложная ситуация на трех крупных свиноводческих фермах. На селекторном совещании вице-губернатор Андрей Коробко отметил, что руководители многих хозяйств нарушают ветнормы. Это и есть основная причина возникновения чумы. Мы должны, в том числе и ветеринарной службы Росфорхознадора, максимально провести полную контрольную ревизию и не допустить разведения или содержания свинетик в тех лично подсобных хозяйствах, которые не соответствуют федеральным нормам, которые у нас сегодня имеются. Коробко отметил, что ситуация 2012 года не должна повторяться. Тогда на Кубани зарегистрировали более 30 объектов поражения, а убыток составил несколько миллиардов рублей. Но сейчас перед инфекцией, которая поражает 100% поголовья, не устояли предприятия с, казалось бы, высоким уровнем биологической защиты. Очень важный момент – ревизия свалок, ревизия территорий, прилегающих к свиноводческим объектам и объектам по переработке. Обследование показывает, что только в районе регистрации АЧС было обнаружено в радиусе 6 километров несколько точек с боинскими отходами. В том, что с населением никто не работает по утилизации биологических отходов. Если сейчас не остановить распространение АЧС, придется вводить карантин. А это сильно ударит по экономике не только Кубани, но и всей России. В Роспотребнадзоре страны отмечают, ситуация может привести к ограничению экспорта сельхозпродукции, в том числе и зерновых. Почти 4,5 сотни неплательщиков штрафов выявили полицейские в Сочи. На курорте прошли рейды, в которых приняли участие и судебные приставы. В ходе последнего рейда выявлены два автомобиля, водители которых уклоняются от уплаты штрафов за нарушение правил дорожного движения. У одного из водителей задолженность на сумму свыше 600 тысяч рублей, у второго – 49 тысяч. Всего с начала года инспекторами ДПС выявлено 436 неплательщиков штрафов. В отношении них составлены протоколы. По решению суда 45 водителям назначено наказание в виде административного ареста на срок до 15 суток. На 214 водителей наложен административный штраф в двукратном размере неуплаченной суммы штрафа. 60 водителей привлечены к обязательным работам на срок до 50 часов. Напомню, после наложения штрафа за нарушение правил дорожного движения на оплату дается 60 суток. Если сделать это в течение 20 дней, то сумма уменьшится в два раза. Муниципальная программа по переселению из аварийного жилья рассчитана с 2013 по 2017 годы. За это время уже несколько сотен сочинских семей смогли получить новое благоустроенное жилье в различных районах города. Этап этого года также подходит к своему завершению. Сколько горожан получат свои новые квартиры уже этой зимой – расскажем в нашем следующем материале. Последние четыре года этот барак по стройке 30-х годов на курортном проспекте игнорировали все коммунальные службы. Здание настолько обветшало, что проводить здесь какие-либо ремонтные работы бессмысленно. Единственный рациональный выход – расселить жильцов из аварийного фонда в новые благоустроенные квартиры. Один из таких вариантов – строящийся дом на улице Виноградной. Предоставляем квартиры квадрат в квадрат. То есть ровно сколько мы изымаем, ровно столько жилого помещения квадратных метров мы и предоставляем. Соответственно, квартиры были выставлены на конкурс для приобретения. Выиграл данный застройщик, и эти квартиры будут приобретены для граждан. Именно сюда уже в скором времени из аварийного барака на курортном проспекте и переселится семья Лидии Лавровской. Дом отличный, район устраивает. Все очень рады, конечно же, после таких сложных условий получить квартиры в этом доме. Я считаю, район прекрасный, море видно, парк под окном. Уже это радует. До конца этого года благоустроенные квартиры в новых домах также получат еще 125 семей. Это более 350 человек из 12 аварийных домов. Об этом на специальном совещании первому заместителю главы города Мугдину Чермиту доложил Юрий Поломарчук. Также уже сейчас готов план по работе на 2017 год. 160 семей, 477 человек из 16 аварийных домов. Вот такие плановые показатели. На сегодняшний день организация, у которой мы планируем приобретать жилье, первая выполнила проект, прошла экспертизу, получила разрешение на строительство и в настоящее время приступила к строительству объекта. Федеральная программа по расселению заканчивается в сентябре 2017 года. Тем не менее, в администрации Сочи по поручению главы разработан проект, который позволит продолжить переселение и дальше. Новый план будет рассчитан с 2018 до 2018 года. По предварительным данным, во втором потоке земли, оставшиеся после расселения, будут выставлены на торги и реализованы под строительство нового муниципального жилья. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ. Во вторник, 29 ноября, воды не будет в Хосте. Причина – ремонтные работы на водоводе на Сухумском шоссе в районе дома номер 23. Таким образом, с 9 утра до 10 вечера без холодного водоснабжения останутся абоненты на Новороссийском и Сухумском шоссе, улицы Шоссейной, также магазин «Звездочка», совхоз «Приморский», санаторий «Голубая горка», «Победа», «Мисс Видная электроника», воинская часть «Восход», детский сад «Приморский». В работах будут задействованы 7 человек и 2 единицы спецтехники. Где продолжить обучение и куда пойти работать? Некоторые сочинцы уже определились. В минувшие выходные на курорте прошла 21-я городская выставка-ярмарка учебных и рабочих мест «Сделай свой выбор. Профи в профиль». Площадкой для проведения профориентационной выставки стал зимний театр. В нём собрались порядка 8 тысяч человек, учащиеся с 8 по 11 классы, их родители и педагоги. Свои ресурсы и возможности презентовали колледжи, вузы и другие учреждения профильного образования. В 84 года, 4 курса. Есть обученная и заучная форма обучения. Формы направлений в обучении множество. На выбор будущим студентам такие специальности, как строитель, дизайнер, историк, филолог, медик, повар и многие другие востребованные профессии. Важнейшая часть образовательного процесса – это профориентационная работа. Старшая школа уже давно ориентирована на профиль. Мы надеемся, что наши дети приобретут нужные знания, практикоориентированные и вернутся обязательно работать в город или останутся работать здесь. В Сочи профильное обучение организовано в 34 общеобразовательных учреждениях. В них обучается более 2000 учеников по 16 профилям. В своей презентации о гид бригады социально-педагогического, химико-биологического, физико-математического и других направлений профобразование представили не только на стендах, но и на сцене зимнего театра, показав, что у студентов этих учреждений есть все возможности для самореализации. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. Жители Краснодарского края смогли проверить свои знания по истории России. Накануне прошла всероссийская акция, организатором которой выступает Общественная молодежная палата при Госдуме страны. Идею активно поддержал и Совет молодых депутатов. Специальные площадки для тестирования были организованы в 30 муниципальных образованиях региона. В Сочи же желающие проверить свои знания пришли в Центр развития волонтерства. Подготовкой площадки для тестирования и организацией акций на курорте занимались Совет молодых депутатов при Городском собрании Сочи и Городское управление молодежной политики. Всероссийский тест на знания истории Отечества состоялся уже в третий раз. Проверить свои знания в Центр развития волонтерства пришли порядка 30 человек. Если на первые такие мероприятия мы приглашали актив, то сегодня ребята сами спрашивают, уточняют, когда будет очередной тест. Информация, конечно же, о них есть во всех соцсетях. Очень активно здесь нас поддерживает Совет молодых депутатов и не только в том организации мероприятия, но и сами принимают участие. Основные правила акций – никаких гугл-помощников, подсказок и шпаргалок. Тест включал 40 вопросов. Их подготовили ученые Московского университета имени Ломоносова. Вячеслав Половников знает только школьную программу и в этой акции участвует впервые. Но студент профессионального техникума уверен, такая проверка пойдет только на пользу. Правильное решение, чтобы произвести тест, попросить молодежь понять, чего знают, чего не знают. На написание теста дается 15 минут. Срез охватывал период с 882 года и по нынешнее время. По мнению молодых депутатов, участие в таком экзамене дает возможность не только проверить и освежить уровень знаний по истории, но и открыть для себя новые странички из жизни родной страны. Депутаты городского собрания Сочи и Совет молодых депутатов сегодня будут принимать участие в этом тесте. Заодно проверим мы свои знания и, может быть, узнаем что-то новое. Это необходимо не только для нас, это необходимо для всех. Потому что страна у нас большая, расширенная, и надо знать историю. Не зная истории, как можно любить страну. Акция проходит в рамках кампании «Каждый день горжусь Россией». Принять участие в ней можно было и онлайн на сайте kdgr.rf. Результаты проведенного в Краснодарском крае тестирования будут известны 29 ноября. Что касается сочинцев, то с заданием они справились хорошо. В среднем 25 правильных ответов из 40. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. Символом новогоднего Сочи станет футбольный мяч. Концепцию оформления города к новому 2017 году уже начинают реализовывать на отдельных улицах курорта. Полностью же украсить Сочи, в том числе и светодиодными мячами, должны до 15 декабря. Все дело в Кубке Конфедерации и предстоящем чемпионате мира по футболу. Отсюда и новый новогодний тренд. Футбольные мячи по задумке главного художника города Элины Баранской будут везде. Даже искусственные елки планируют сформировать из светодиодных мячиков. Футбольными станут и традиционные новогодние снежные шары. Разработано властями Сочи оформление домов, улиц и проспектов курорта. Уже реализуется новый проект городских перетяжек по курортному проспекту. Нестандартно украсить свои дома и окна, то есть в стиле мундиаля, предлагают и самим сочинцам. Среди жителей проведут конкурс на лучшее новогоднее оформление. Массово украшают Сочи начнут 1 декабря. К 15-му все работы должны быть уже закончены. 28 ноября у православных верующих начался рождественский пост. Последний многодневный пост в этом году. Он продлится до 6 января. Пост предваряет собой праздник Рождества Христова. За 40 дней называется также Филипповым, потому что начинается после 27 ноября, дня памяти апостола Филиппа. Рождественский пост по продолжительности почти равен великому, но менее строгий. В дни этого поста следует воздерживаться от употребления мяса, молока и яиц. Рыба разрешается в субботу и воскресенье, а также в праздник введения во храм Пресвятой Богородицы 4 декабря. В храмовые праздники и дни Великих Святых, если они приходятся на вторник или четверг. Со 2 по 6 января пост усиливается. В эти дни даже в субботу и воскресенье рыба не благословляется. Цель любого поста – упражнение в воздержании. Поэтому пост – это отказ не только от определенной пищи, но и от вредных привычек и увеселений. На рынке недвижимости новые предложения. Жилищный комплекс «Хоста Сити» предлагает покупателям квартиры на достаточно комфортных условиях. Преимущество многоквартирного жилого комплекса «Эконом-класса» оценила и наша съемочная группа. Для каждого покупателя в первую очередь важна цена. Но и район, где предстоит жить, тоже подбирается тщательно. Близость к морю здесь очевидна. Искала то, что будет по средствам. И «Хоста Сити» в этом смысле удовлетворила вообще всем моим запросам. Можно и так сказать. Во-первых, сама «Хоста» мне нравится, просто как район. Здесь гораздо тише, удобно добраться и до Сочи, и до Адлера. То есть с инфраструктурой вообще вопрос сразу был решен. И место то, что все зеленое, все красиво. В окно посмотрел, птички поют. Многоквартирный жилой комплекс «Эконом-класса» состоит из шести домов клубного типа с сокольными и мансардными этажами. «Хоста Сити» на рынке недвижимости около четырех лет. И каждому клиенту индивидуальный подход. Несмотря на сумму, которая у нас была, застройщик дал нам рассрочку. Также действует здесь и материнский капитал. Проживают здесь и молодые семьи, и люди старшего поколения. Одни живут и два, и три года, другие только въехали, ремонтируют квартиры. Но всем нравится живописный вид из окна и то, что решены на территории комплекса социальные вопросы. И то, что до «Хоста» рукой подать. Здесь мы живем практически три года. Условия жизни нас вполне устраивают, потому что в данном комплексе открыт еще дополнительный, будем так говорить, социальный узел, то есть магазины. Вся новостройка – это железобетонный монолит. Причем при строительстве соблюдается все нормы сейсмоустойчивости. Для Сочи это актуально. Мы строим качественно, еще раз повторюсь, и цену мы держим по краю цену. Не по Сочи, а по краю. То есть у нас средняя цена за квадрат в районе 50 тысяч. У нас продано около 20% квартир по ипотеке банка Сбербанк. Также у нас проходит материнский капитал. И еще немаловажно – сертификаты «Молодая семья». Мы тоже принимаем. Площадь квартир разная – от 20 квадратов до 120. Выбор большой. Цены доступные. По вопросам покупки жилья можно обращаться по телефону 8-988-238-2823. В «Людмиле Плюс» стартуют традиционные новогодние акции. Товары с лучшей ценой можно приобрести уже сегодня. Работают в торговом доме и новые залы, где также все для ремонта и отделки. Торговый дом «Людмила Плюс», который уже является неотъемлемой частью улицы Донской, не прекращает свое динамичное развитие. Здесь всегда в большом ассортименте керамогранит и плитка, паркеты ламинат, смесители и душевые кабины. А к Новому году по старой и доброй традиции в «Людмиле Плюс» стартуют распродажи. К примеру, в эти дни бордюры и декор от 10 рублей. Определенные виды плитки – всего 150 рублей за квадратный метр. Открылся в торговом доме и новый магазин «Секонд-хенд», где большой выбор в том числе и стоковой одежды. Женщины, ждем вас модницы, также мужчины, приглашаем вас отдельно принарядиться к празднику и для гостиниц, санаториев. У нас большой выбор душевых кабин. Доставка, установка кабин бесплатна. Хочу напомнить всем нашим покупателям, сохраняйте чеки. Как всегда, у нас будет новогодний розыгрыш. В «Людмиле Плюс», как в истинном торговом доме, можно приобрести и массу сопутствующих товаров, необходимых уже после завершения ремонта. Мебельный салон «Формула Уюта» предлагает покупателям кухни с фасадами из массива пластика и пленки. Также в ассортименте шкафы-купе, перегородки и спальни с матрасами. Благодаря собственному производству мастера «Формулы Уюта» изготовят любую мебель по индивидуальному размеру. В этом же зале представлен салон дверей, который с компаниями-производителями сотрудничает напрямую. Здесь широкий выбор межкомнатных металлических моделей, а также фурнитура. «Более 50 у нас компаний есть, которые поставляют двери. С некоторыми сотрудничаем с фабриками напрямую. То есть это Ковров, Ульяновск, есть Саратов, есть Чебоксары. Поэтому изготавливаем любые размеры двери нестандартные». В комплекте с дверьми здесь же можно заказать и пластиковые окна. Сделать же яркий штрих с помощью модных и востребованных сегодня натяжных потолков покупателям предлагает компания «Арт Силинг». Это большая цветовая гамма, разнообразные рисунки, способные воплотить в жизнь любую дизайнерскую идею. Ну и как принято в доме, покупатели Людмилы Плюс встречают аромат кофе. Кофемашина, а также все ингредиенты для вендинга и кофе, автоматы для попкорна и сладкой ваты – все это приоритетное направление компании «Технология Юг». Специалисты готовы поставлять качественный кофе и оснащать торговыми автоматами как крупные объекты недвижимости, так и в целом места высокой проходимости. Адрес Людмилы Плюс все тот же. Донская 3, дробь 3. Инга Габеша, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ. Ну и в завершении выпуска информация от наших партнеров. Сеть салонов «Ткани для дома» предлагает широкий ассортимент тканей, текстиль, постельное белье, пошив, штор на заказ. Партнер выпуска – бизнес-центр «Грант». На двух этажах торговой площади представлены товары для дома и ремонта, декоративные штукатурки и краски, напольные покрытия, мебель, текстиль, сантехника и керамика. Ну а все новости уже на нашем сайте fkt.com. На этом я с вами прощаюсь. В студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин